Глава региона Александр Цибульский встретился с представителями региональной общественной организации «Особое детство» в НАО. По итогам встречи глава региона дал ряд поручений профильным ведомствам о расширении мер поддержки семей, где воспитывают детей-инвалидов. Среди них – возможность возмещения оплаты коммунальных услуг семьям, воспитывающим особых детей в размере 50% от общей стоимости. Тему продолжит Александр Литкова. Холодные помещения и протекающая крыша. В таких условиях в течение года работали активисты общественной организации «Особое детство» в НАО. Здание, в котором проходят занятия с детьми-инвалидами, принадлежит искательской администрации. Изначально в нем планировался только частичный ремонт. Сегодня небольшая загвоздка возникла о том, какой ремонт делать – то ли капитальный, то ли косметический. По письму поселка Искателей возникает вопрос, что нужно делать капитальный ремонт. Хотя я по факту обращалась с письмом о косметическом ремонте. На сегодняшний день разнятся цены в плане косметический или капитальный ремонт. Поэтому решение в любом случае принимать две сметы. Это административный расчет, который мы сделали через администрацию поселка Искателей. После обсуждения было решено отказаться от косметического ремонта в пользу капитального. Мы тогда совместно с Искательской администрацией посмотрим, мы готовы оказать финансовую помощь в качестве благотворительной какой-то части. Но они бы из своей части тоже возьмут, понимая, что это их помещение. И все-таки, несмотря на холод в здании, этим летом общественники организовали лагерь для особых детей. Ребята в течение смены трудились, занимались спортом и творчеством. Желающих проводить время с пользой оказалось настолько много, что активисты особого детства решили открыть подобный лагерь и следующим летом. Вот такие организации, они выполняют прежде всего роль, объединяющую роль, когда всем миром мы можем помочь. И вот эта организация, она постоянно работает, дети каждый день приходят туда, они получают образование свое там. Там очень интересно с ними занимаются и физкультурой, и музыкальными инструментами. Поэтому дети ходят туда с удовольствием. Я там бывала несколько раз и сама убедилась в этом и видела, как дети с удовольствием туда ходят. В ходе встречи говорили и о необходимости организации в регионе дополнительной психологической помощи семьям с детьми-инвалидами. Когда я встречалась с мамами вот этой организации, они мне сказали, что, например, папы, папа, они даже им как-то сложнее принять вот эту ситуацию, когда их ребенок рождается инвалидом. Поэтому я сейчас ставлю вопрос о том, чтобы, скажем, был психолог, который бы занимался именно вот таким, в том числе такой проблемой. Потому что принять инвалидность – это тоже задача для родителей. По итогам встречи глава региона дал поручение разработать дополнительные меры поддержки семей с детьми, имеющими инвалидность. В частности, увеличить возраст детей-инвалидов, получающих компенсацию за непосещение детского сада по медицинским показаниям до 7 лет. В конце встречи Александр Цибульский поблагодарил Татьяну Вепреву за организацию такого важного для региона дела. Мне правда кажется, что вы сегодня без лести, говорю, одно из, наверное, самых активных объединений у нас в округе, который вот так активно начало свою работу, вы долго не решались на этот шаг. Но сейчас, мне кажется, что, наверное, не жалеете о том, что вы начали этим заниматься. Мы еще раз вам, говорю, будем вас всячески поддерживать и помогать. Не стесняйтесь задавать нам вопросы, приходите, спрашивайте. Добавлю, региональная общественная организация «Особое детство в НАО» была образована в августе 2018 года. На сегодняшний день занятия посещают 76 детей с ограниченными возможностями здоровья.